Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 9 февраля, и свое именинное отвечает христиане, нареченные в честь святителя Иоанна Златоуста. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Святитель Иоанн Златоуст, золотая труба православия. Память этого святила в церкви чествуется 26 ноября и 30 января по старому стилю, получается 12 по-новому, 12 февраля. А в сей день празднуется перенесение его честных мощей из армянского села Каманы, где си изгнанник умер, в Цареград, где он ранее, как патриарх, управлял церковью. Когда исполнилось 30 лет со дня его представления, патриарх Прокол выступил с речью в память своего духовного отца и наставника, и своим словом настолько воспламенил любовь народа и царя Феодосия-младшего к великому святителю, что все захотели, чтобы мощи святого Златоуста были перенесены в Цареград. Повествуют, что ковчег с мощами никак не удавалось сдвинуть с места, пока царь не написал письмо святому Златоусту, умоляя его о прощении, ибо в изгнании святителя была виновна Евдоксия, мать Феодосия. И призывая прийти в Цареград на прежнее место своего пребывания. Когда это покаянное письмо было положено на ковчег, он стал чрезвычайно легким. При перенесении мощей многие больные, прикасавшиеся к ковчегу, становились здоровыми. Когда мощи прибыли в столицу, царь, приблизившись к ним, снова молил святителя о прощении от имени своей матери, так как если бы она сама от себя говорила. «В жизни сей временной причинила я тебе досаду и зло, а теперь, когда обитаешь ты в жизни бессмертной, будь полезен для души моей. Слава моя минула, и ничто мне не помогает. Помоги мне ты, Отче, в славе Твоей. Помоги мне, прежде чем буду осужденная на суде Христовом». Когда рака с мощами святителя была внесена в церковь святых апостолов и поставлена на патриарширский престол, тогда все множество народа услышало из его уст слова «Мир всем». Перенесение мощей святого Златоуста совершилось в 438 году. Уст твоих, окажи, светлость огня, воссиявши благодать вселенную просвети. Несребра любя мира, весокровища снизка, высоту нам смирена мудря показа. Но твоими словесы наказуя, Отче Ани Златоусте, моли слово Христа Бога, спастись о душам нашим.